друзья всем привет сегодня предлагаю вам интересную идею переработки старых пакетов у меня вот такой бумажный большой и остатки полиэтиленовых обычных для этого нам еще понадобится бутылочка пластиковая любая у меня вот такая маленькая есть приклеиваем бутылочку к куску картона какого-нибудь небольшого я буду это делать горячим клеем пистолетом это будет быстрее но принципе можно использовать и супер клей делаем вот такую подставку произвольной формы и вырезаем это все теперь берем бумажный пакет отрезаем его на полосы где-то шириной приблизительно 8 сантиметров нужно шире можно уши и скручиваем вот такие жгутики скрутили такие жгутики и и приклеиваем их к бутылке немножко заходя на подставку вот таким образом все хорошенько прижимаем чтобы хорошо приклеилась следующий жгут мы приклеиваем плотно к предыдущему чтобы не было между ними зазора где видна бутылка все хорошенько придавили и вот так обклеиваем всю бутылку смотрите там получается такой кусок который торчит но мне это даже на руку я из него буду делать ветки то что осталось мы можем закручивать таким образом формируя ветки если у вас все под горлышко то вам нужно будет эти веточки отдельно скрутить жгутики и сформировать приклеить ветки у меня вот они торчат как раз эти кусочки я сейчас клеем под клею и закручу таким образом сформируя ветки так например обматывая несколько штук вокруг других жгутиков немножко подклеиваем и закручиваем если что-то торчит можно подклеить или срезать ножницами так вот аккуратно формируем ветки напоминаю что нужно использовать супер клей ну клеем пистолетом горячим все-таки удобнее единственное нужно аккуратно потому что он горячий из верхней части мне тоже вполне получится две ветки и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Как видно, трех штучек недостаточно. Можно еще добавить веток. Для этого мы точно так же скручиваем жгутики в нужном нам количестве. Можем несколько сразу закрутить и приклеить. Можно приклеить один жгутик, потом на него еще один намотать, приклеить. То есть тут как вам нравится, как удобно. Ну и делайте столько веток, сколько вам хочется. Нужно обрезать, если где-то что-то лишнее. Вот что получается в итоге. Добавляете столько веточек, сколько вам хочется, чтобы было красиво. Теперь я беру пакеты. Если у вас есть плотный зеленый пакет, то вам не нужно будет столько всего мудрить с цветом, как у меня. Но у меня его нет, поэтому я буду сочетать несколько цветов. Чтобы получить такой реалистичный зеленый оттенок. И чтобы листики получились очень реалистичными. Я складываю несколько цветов пакета. Беру плотную бумагу у меня ватман. Накрываю. И проглаживаю утюгом на двоечке. Нужно пробовать утюг у всех разный. И как бы проглаживать разное время. Вот так вот методом проб. Ну буквально минуту, я думаю максимум. Потом аккуратненько открываете, когда чуть остыла бумага. И получается вот такой вот плотный пакет. У меня вот такого мраморного эффекта. За счет того, что я смешивала несколько цветов. Из него мы будем вырезать листочки. Показываю на маленьком кусочке. Но удобнее, конечно же, сразу сделать большой. И из него вырезать листики. Вырезайте произвольной формы. Размера, который вам хочется. И потом просто ногтями формируйте прожилки в листочке, чтобы он был более реалистичным. Продавливайте. У меня пакет хорошо поддается ногтям. И формируются вот такие вот прожилки. Можно еще дополнительно сложить и прогладить. Вот таким образом получается такой реалистичный листик. Делаем таких несколько и приклеиваем на дерево. Вот что у нас получается в итоге. Ствол можно раскрасить разными красками, акриловыми или гуашью. Но мне вот захотелось сохранить такой естественный цвет этой крафтовой бумаги. Вот такое вот экологичное творчество у нас получается. И мусор переработали, и детишкам на радость новая игрушка. А маме экономия. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я выкладываю очень много видео, где делаю красивые вещи из самых доступных материалов, а чаще всего даже просто из отходов мусора и всего, что под рукой. Это дешево, интересно, не страшно испортить. Ну и творчество, естественно, нам всегда добавляет радости, удовольствия от того, что у нас получилось что-то сделать своими руками, создать что-то новое, добавляет нам вдохновения и даже уверенности в себе. Продолжение следует... Продолжение следует...